Привет всем! Сегодня у меня для вас получилось самое часто запрашиваемое видео в категории Nylard, так что без лишних разговоров приступим! Первым делом начнем с очищения ногтей. Для того, чтобы стелить старый лак, я использую средство без цитона. Оно не высушивает поверхность ногтя и сохраняет его естественную защиту, а это значит никаких ломких ногтей. И также после этого я тщательно мою руки с мылом для того, чтобы в ногтях не осталось никакой пыли или грязи. Полностью осушьте руки и ногти перед тем, как продолжить. Работа с неокрепшей и влажной эмалью не приведет ни к чему, кроме ее повреждений. И после того, как эмаль окрепла, можно подстричь ногти. Я люблю стригать совсем чуть-чуть, с неделю, как с волосами раз в месяц, просто в качестве профилактики, для того, чтобы в будущем не было никаких проблем со слоистостью или сколами. Для подпиливания я использую стеклянную пилочку, это самый лучший материал для ногтя. Двигайте пилочкой от края к центру, потому что подпиливание назад вперед подарит вам ломанный и рваный край. И затем подпиливаем центр. Если вы задались вопросом, в какую сторону подпиливать центр, просто прислушайтесь к ногтю, а движение в неверную сторону вы почувствуете сразу. Также не стоит проводить пилочкой по ногтю слишком много раз, она нужна для того, чтобы выровнять край и придать формулу, не для того, чтобы укороть вы длину, так что десятик движений будет более чем достаточно. И следующим шагом мы полируем ноготь, это не обязательно, просто это придаст шелковистости, гадкости и блеску. А теперь поговорим об уходе за кутикулой. Для того, чтобы отодвинуть кутикулу, я буду использовать кутикулу Remover, замечательная альтернатива ванночкам для тех, кто не любит сидеть, с пользами в горячей лоте подолгу, как я. Такое средство всего за минуту размягчает кутикулу и готовит ее к отодвиганию. И да, никакого отрезания кутикулы в домашних условиях, да и вообще она того не стоит. И когда кутикула размякала, постепенно плоской стороной апельсиновой палочки отстегаем ее, плоской стороной, никаких острых углов. И я не просто так использую именно апельсиновую палочку, такой материал не видит в ногтю и кутикуле, а также обладает антисептическими свойствами, что очень-очень большой плюс. Для ежедневного ухода я люблю использовать маркеры с маслами, очень простая и хорошая вещь, и также ее можно носить с собой. Увлажнение для кутикулы также важно, как для лица или для тела. Это не только профилактика от заусенцев, но и хороший рост самого ногтя. Да-да, именно, хотите хорошие длинные здоровые ногти? Ухаживайте за кутикулой. Также вдобавок к увлажнению кутикулы при нанесении вы делаете массаж, что способствует приливу крови и, как следствие, куче хороших процессов. Я люблю использовать два средства, более жидкое для увлажнения и более густое непосредственно для массажа. А также вы знали о том, что пальцы недельной кучи рецепторов, массаж которых посылает импульсы в нервную систему, так, например, большой палец отвечает за работу легких, указательный за работу желудка и пищеварительной системы, средний за кровообращение, безымянный за нервную систему и мизинец за работу тонкого кишечника. Массировать нужно ногтевую пластину, чаще всего около ее основания, совершая круговые движения. Вообще, это очень большая и достаточно интересная тема, так что я разместила для вас пост в нашей группе ВКонтакте, там вы найдете более подробно, с чем именно связан каждый палец и как именно нужно делать массаж. И, конечно же, не забываем про нанесение основы перед каждым маникюром. Она не только делает барьеры между лаком и ногтем, но и может оказать ногтю особую помощь, например, укрепление. Также некоторые из вас спрашивали, как правильно наносить лак, чтобы слой был равномерный и не выглядел странно. Такое очень часто бывает с белыми и пастельными лаками. Так что сейчас я покажу вам очень простой способ и расскажу несколько моих трюков и секретов. Для равномерного нанесения достаточно трех-четырех взмахов кистью, один по центру и по одному по бокам. Также не старайтесь нанести весь цвет сразу, только если это не плотный лак. Но что, если лак слишком прозрачный и требует более чем двух слоев для того, чтобы ноготь не просвечивал? Я справляюсь с этим так. Между первым и вторым слоем я наношу лак только на кончик ногтя, делая что-то вроде промежуточного слоя и уже после этого наношу второй. Благодаря промежуточному слою белая часть ногтя не просвечивает, а ноготь не нужно сушить пол столетия. И само собой все становится еще проще, если в качестве финишного лака взять быстросохнущие попрытия. Но я не просто так выбрала лак именно этого цвета. Видите? А теперь? Слишком поздно. Плюс такого цвета в том, что он помогает скрыть некоторые недостатки, например, недостатки ногтя. Прямо перед съемкой я сломала ноготь, потому что я не принцесса Тирекс с руками у груди с горы прислугей, а как и все обычный человек, который делает своими руками ремонт, уборку или возится с собакой. Но я не вижу смысла обрезать все ногти из-за одного сломанного. Особенно если это не бросается в глаза и все будет как прежде уже через две недели. И на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, пожалуйста, поддержите меня большим пальцем вверх, мне будет очень приятно. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте мне их внизу в комментариях, я словно на них отвечу. Не забывайте, что все ссылки есть в описании, как и название продуктов, которые я показывала в видео. Так что, пожалуйста, посмотрите там перед тем, как спрашивать. И не забывайте про статью, которую я разместила в нашей группе. Ссылка на нее также есть в описании. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!